С наступлением заморозков каналы Химок затянуло льдом. Он кажется крепким, но внешний вид обманчив, предупреждают спасатели. Каждый день водно-спасательный отряд выходит на рейд канала имени Москвы, проверяет толщину льда. Сейчас мы мониторим толщину льда. На данный момент лед очень тонкий, и дабы население не выходило на него, мы проходим и ломаем его. Игорь Сергеев почти десяток лет потратил на спасение жизни. Работа сложная, но спасатель подготовлен к любой ситуации. Человек гулял с собакой, собака прыгнула в воду, был тонкий лед, холодная вода. Человек бросился ее спасать, в результате чего сам стал терпеть бедствие на воде. Мы пришли на помощь, спасли и собаку, и хозяина собаки. Человек получил незначительное обморожение, был доставлен непосредственно в больницу. Ну, все закончилось благополучно, все себя чувствуют хорошо. Спасатели предупреждают. Если вы заметили попавшего в беду, важно сразу же позвонить в службу спасения. Идти на лед самим категорически запрещено. На спасение двух человек уходит в два раза больше ресурсов, как временных, так и физических. Сейчас вдоль канала имени Москвы установлено более 70 счетов о запрете выхода на лед. Лед на канале неоднороден, где один сантиметр на данный момент, где два сантиметра. В дальнейшем он будет нарастать, но все равно будут промоены. Всего на канале имени Москвы более 60 промоен, в которые человек может провалиться. Водно-спасательный отряд полностью готов к зимнему сезону. В его составе судоводители, водолазы и спасатели. На сегодня в Химках со льда сняли уже двух человек. Ксения Брагина, Николай Забродин, Служба новостей.